12 сентября на очередном плановом совещании глава города Андрей Шубин выразил благодарность всем, кто принимал участие в организации Дня города и сообщил, что мероприятие прошло на должном уровне. Председатель Комитета по культуре, спорту и молодежной политике присоединилась к словам Андрея Николаевича. От Комитета по культуре я хочу поблагодарить ОМВД России по городу Десногорску, художскому казачьему обществу Хутор Десногорский, медико-санитарной части 135, образовательному учреждению города, отделу экономики администрации, службе благоустройства, волонтерской организации молодежного центра, Смоленской атомной электростанции и правкому САЭС, пожарной части города Десногорска, байкерскому клубу «Сталкер», индивидуальным предпринимателям города, управлению ДОЛЧС по городу Десногорску и следствием массовой информации. Спасибо всем за помощь и проведение. В детских садах города продолжаются ремонтные работы. Глава лично следит за ходом работ. Комбинат коммунальных предприятий готовит город к зимнему периоду. Завершены работы подрядными организациями по ремонту кровли, по ремонту швов, по ремонту козырьков. И прошли аукционы. Начнутся на этой неделе работы по текущему ремонту подъезда в трех квартирных домах города Десногорска. Отдел социальной защиты населения города направил многодетную семью десногорцев на региональный этап конкурса «Семья года». Надеемся, что выступят достойно и ждем до вас победы. За прошедшую неделю в городе появились на свет семь младенцев. Зарегистрировано 120 случаев ОРВИ. Грипп не регистрировался. В области стартовал ежегодный конкурс «Народный участковый». На официальном сайте Управления МВД России по Смоленской области жители региона могут отдать свой голос за одного из 14 участников первого этапа конкурса, который в этом году проводится во всех районах Смоленской области. Десногорск представляет участковый по второму микрорайону Константин Иванцов. Проголосовать за своего кандидата можно, авторизовавшись через социальные сети. Продолжение следует... Продолжение следует...